MacBook Pro 16 дюймов 2021 модельного года. Представитель последнего поколения профессиональных ноутбуков из Купертино. Большая работа над ошибками и однозначно один из лучших компьютеров Apple, которыми я пользовался за последние лет 15. На самом деле выпуск такого компьютера это уникальное явление. Представьте, что вы 6 лет подряд звоните в управляющую компанию и просите заделать огромную яму на дороге возле вашего дома. И вообще ничего не происходит. Ну иногда там огородят чем-нибудь, иногда грунтовочки подсыпят. Но яма как была, так она и осталась. И многим, конечно, это не нравится, но что поделать. Но в один день приезжает бригада рабочих, укладывает новый асфальт, красит газон, ставит клумбы и новую детскую площадку. И примерно то же самое произошло с линейкой MacBook Pro. Я думаю, очевидно, что моя аналогия касалась нескольких предыдущих поколений прошек, которые как бы не старались инженеры сделать лучше, но получался какой-то компромисс. Что-то всегда было не идеально. Точнее, всегда было к чему придраться. Я пользуюсь этим ноутбуком почти 3 месяца. Да, может быть не так долго, но все же определенные выводы сделать можно, о чем сегодня и расскажу. И это потрясающий ноутбук. Мой прошлый MacBook Pro 16 дюймов 2019 года был, конечно, неплохим компьютером, но я никогда не был от него сильно в восторге. Это дорогая машина, которая при любой задаче выше среднего грелась просто как утюг, шумела как пылесос, с отвратительным временем автономной работы, недостаточной яркостью экрана, об этом мы еще сегодня поговорим. Мы с ней пережили несколько гарантийных обращений по аккумулятору, по плате. Ну, в общем, вроде неплохо, но когда его продал, то испытал больше радости, чем когда им пользовался или чем когда его купил. Не знаю, что уж там случилось в Apple, какие изменения произошли, но невозможно отрицать тот факт, что за несколько последних лет в компании выпускают очень годное устройство и массово проводят работу над ошибками в уже существующих линейках. Представьте, чтобы в Apple, которая всегда бежала впереди паровоза, выпиливая из компьютера дисководы, CD-приводы, USB-порты и прочие, казалось бы, полезные вещи, выпустила ноутбук с HDMI и магнитной зарядкой в 2021 году. Ну, я, если честно, в это точно не верил. То есть маркетологи в Купертино признали тот факт, что предыдущие поколения MacBook Pro не соответствуют потребностям тех самых профессиональных клиентов, на которых, собственно, и рассчитаны такие компьютеры и вернулись к истокам. При этом под истоками я подразумеваю даже не модели с Retina-экраном родом из 2012-2015, которые, в общем-то, были достаточно хорошие машины, а к самым первым MacBook Pro. Ну, конечно, минутка истории, чтобы понимали, какую интересную аналогию провели в Apple с первыми Pro-шками. Когда стало понятно, что архитектура PowerPC не вытягивает и требуется срочно что-то решать, случился первый в современной истории переход компьютеров Apple с собственных процессоров на чипы Intel. Актуальный на тот момент PowerBook допилили немножко напильником, и на свет появилось первое поколение MacBook Pro с процессорами Intel уже на борту. И в дизайне последнего поколения очень прослеживается влияние тех самых моделей родом из 2006 и 2008 года. Новая Pro-шка теперь выглядит солидно и функционально, что самое главное – больше никаких скошенных граней, только скругленные углы корпуса. Интересный факт, но модель 2021 года на первый взгляд существенно толще предшественника, однако по факту разница составляет буквально доли миллиметров. Такая вот оптическая иллюзия, в которую в Apple играет еще со времен первых MacBook Air. Отступив от идеи минимализма, инженеры и дизайнеры украсили боковые грани целой россыпью полезных портов. Здесь и USB-C Thunderbolt 4, и HDMI, и слот для карт памяти, к наличию которого я до сих пор не могу привыкнуть, но наиболее удивительным фактом является возврат магнитного порта зарядки MagSafe. Теперь все, что примагничивается и заряжает, называется MagSafe, хоть в iPhone и Mac это совершенно разные вещи. В свое время магнитный порт зарядки был отличительной особенностью ноутбуков Apple, так как предлагал возможность легко и непринужденно подключить кабель питания и спасал MacBook от падений со стола, если вы случайно заденете его ногой. Штука, конечно, полезная, учитывая, что через MagSafe заряжаться большая прошка будет быстрее, чем через USB-C, но за несколько месяцев я так и не воспользовался этим шнурком и благополучно положил его в ящик ко всем остальным аксессуарам, так как в офисе использую MagSafe внешним монитором, от которого он, собственно, еще и заряжается, ну а вне работы тут либо хватает аккумулятора, либо по всем моим основным локациям уже разбросаны зарядки USB-C от предыдущих компьютеров и от iPad. Так что возвращение MagSafe это полезно, это круто, но лично для меня он перестал быть актуальным, во всяком случае в моих сценариях использования. Конечно, если бы не было второго монитора, тогда да, это было бы удобно. Но наиболее сильное эстетическое удовольствие испытываю не от портов, а от полного набора функциональных клавиш и отсутствия прекрасной светящейся полоски, она же Touch Bar. Я уверен, что среди вас найдутся владельцы Mag, которым нравилась эта опция, но давайте признаем очевидный факт, в Купертино не смогли объяснить массовому покупателю, для чего им нужен Touch Bar и как им правильно нужно пользоваться, чтобы было удобно. Причина провала с последующим отказом от этой фишки была в том, что он не был интуитивно понятным. То есть я знаю, где находится кнопка регулировки яркости, громкости, но в случае Touch Bar нужно было переключать взгляд на клавиатуру и смотреть, как там что динамически поменялось, как изменилась картинка и где находится теперь нужная кнопка. Когда я рассказывал о своем опыте использования MacBook Air M1, то одним из моментов, который мне не особо понравился, это был звук. Многие были не согласны с этим утверждением и, да, видимо, нужно было упомянуть, с чем именно я сравниваю, так как после большинства Windows ноутбуков Air, конечно, звучит прекрасно. Но если взять любую прошку, где банально больше места внутри для более продвинутой аудиосистемы, ну, тут извините, конечно, но Air проигрывает. В 16-дюймовой модели, само собой, ситуация намного лучше и места больше. Системы из шести динамиков Hi-Fi, включая низкочастотные с подавлением резонанса, ну, все дела. Однако версия 2019 года с Intel, на мой взгляд, звучала немного лучше в плане средних частот, но, опять же, сами понимаете, лучшее враг хорошего. Но самой крутой фишкой, конечно же, является Face ID. Разблокировка быстрая, под разными углами, работает даже в маске. Потрясающе. Ну, ладно, конечно, тут нет Face ID, но есть уже знакомая нам челка, под которой скрывается фронтальная камера. Ну, челка и челка работе не мешает, курсор забавно прячется под вырезом, перестаешь на нее обращать внимание через несколько дней эксплуатации, просто подберите подходящие обои, и вы перестанете ее замечать, так же, как и на iPhone. Совершенно не смертельно. А вот дисплей Liquid Retina XDR с подсветкой Mini-LED просто убийственный. Это прям то, что было нужно и чего не хватало. Если предыдущая прошка могла похвастаться яркостью в 500 нит, а Air всего в 400, то в модели 2021 года постоянной яркостью увеличена до 1000 нит на всей площади, и до 1600 нит в пиковом режиме. Как я рассказывал в одном из прошлых роликов, это не значит, что 1000 нит, это будет восприниматься как в два раза ярче, чем 500, но лично мне всегда вот этого небольшого кусочка яркости не хватало для комфортного длительного использования. 10 тысяч светодиодов, контрастность, миллион к одному, ну, просто красота. Есть еще ProMotion с адаптивной частотой обновления от 24 до 120 Гц, и тут не все так однозначно, как, например, на iPhone. В смартфоне вы эту разницу видите сразу же, она моментально бросается вам в глаза, и ты понимаешь, что да, это, конечно, здорово. В ноутбуке ситуация другая. Заметить можно, но прям вот так, чтобы в моменте, это не так очевидно. Во всем остальном, это потрясающий дисплей. Я не уверен, что стоит в очередной раз пересказывать характеристики железа про M1 Pro, про M1 Max, пропускную способность памяти, невероятную скорость SSD. Ну, как бы все это есть в технических характеристиках. Как, впрочем, и про бенчмарки, в которых много красивых цифр, но все-таки конфигурации бывают разные. Хочешь 16 оператив и 10 ядер процессора и 16 графики? Вот тебе, пожалуйста. Хочешь M1 Max, 32 графики и 64 оперативки, 8 ТБ SSD? Не проблема, только денежку плати, и все у тебя будет. Пока я ждал доставку этого компьютера, роль моей рабочей машины временно выполнял MacBook Air M1. Да, не в самой бедной конфигурации, но он показал себя отлично. Во всяком случае, в моих нехитрых задачах по созданию видео, графики, ну и по мелочи. Очевидно, что более производительная прошка все то же самое делает просто моментально и даже не задумываясь. 335 тысяч российских рублей обошлась конкретно этой конфигурацией, что на тот момент составляло 4580 долларов, заказывал на Apple.ru, пока еще это было возможно. А сегодня в Беларуси аналогичная модель стоит на минуточку 6590 долларов. Чем тебе не инвестиция? Безусловно, это дофига денег за ноутбук, но подразумевается, что если вы такой выбрали, то точно знаете, для чего он вам нужен, иначе эта покупка просто не имеет никакого смысла. Это профессиональные рабочие машины, и я рад, что в Apple перестали пытаться сделать новогоднюю елку из пролинейки своих ноутбуков и перестали экспериментировать на своих профессиональных пользователях, сосредоточились на мощности, функционале и удобстве, и учитывать стали мнение именно той целевой аудитории, которая и покупает такую технику. И это на самом деле большой шаг. И этот макбук готов отработать каждую потраченную на него копейку. Спасибо, что посмотрели. Если было интересно, то лайк, подписочка, если еще не подписаны. Если у вас есть свои мысли на этот счет по поводу этого компьютера, напишите их, пожалуйста, в комментариях. Мы с вами увидимся в следующих роликах. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok